Всем привет! Друзья, я решил провести бестолковые, но тем не менее интересные тесты со светодиодной лентой. Для этого мне понадобится светодиодная лента, я ее нарезал кусочками, блок питания для подачи напряжения на эту ленту, провод и зажимы для подключения этой ленты к блоку питания, ну и конечно же паяльник. Ленту я порезал на мелкие кусочки, так как предполагается, что в ходе эксперимента лента придет в негодность. Подключаем блок питания, включаем его и подключаем ленту. К плюсу ленты я подключаю положительный вывод и к минусу, соответственно, отрицательный. Ну и сейчас давайте выставим напряжение на минимальную отметку. в 1 вольт и подадим напряжение на ленту. Естественно, лента не горит, потому что напряжение маленькое. и я сейчас буду увеличивать напряжение. 2 вольта, 3 вольта, 4 вольта, на 8 вольтах лента загорелась. Снизим. 7 не горит, 8 загорелась. Давайте подадим 9. Ярче. 10. 11. 16 вольт это в два раза больше, чем тот момент, когда она только включилась. Друзья, вы видите, какое напряжение лента светит. У меня на блоке питания максимальная 30 вольт. даже 31. Опа! Что мы видим? Мы видим, что пошел дым, но тем не менее лента светится. Так, один светодиод сгорел. Как долго лента пробудет в таком состоянии? 30 вольт. Идет небольшой дымок. Два диода еще держится. Ну что ж, на индикаторе все 30 вольт. ток 0,127-0,125 ампера. Ну и тем не менее лента продолжает свистеть. Светодиоды продолжают на ленте светить. Вот так вот. Самое интересное, что светодиоды, кстати, остались все живые, а сгорел только резистор. Следующий эксперимент это я поменяю полярность. Вместо плюса на плюсовой вход я подам минус и на минус подам плюс. Сейчас подключено все в правильной полярности. давайте проверим будет ли гореть светодиодная лента. Светодиоды загорелись. Видно освещение. Отключаем блок питания и меняем полярность. включаем блок питания и подаем напряжение. 20 вольт. Никакого дымка нет. Лента держится. 31 вольт на выходе. И сейчас давайте отключим блок питания и вернем напряжение до 9 вольт. А щупы поставим на свои места. То есть плюс к плюсу, минус к минусу. уменьшаем до 9 вольт и подключаем напряжение. лента загорелась как ни в чем не бывало. Следующий тест это кратковременная подача напряжения 220 вольт на светодиодную ленту. Для начала нужно припаять к ленте провод, что я сейчас и сделаю. припаял я два провода светодиодной ленте. Здесь как вы можете заметить три секции по три светодиода. Мы после того, как подадим напряжение, проверим, вышли из строя все три или только одна из них. Перед тем, как подключить ленту в 220 вольт, проверяем ее на работоспособность. все светодиоды горят. Я подключил переноску к сети 220 вольт. Здесь я закрепил контакты провода, который идет в светодиодной ленте. и сейчас кратковременем нажатием на тумблер я попробую включить и выключить питание. Включаю и выключаю. Да. Все произошло очень быстро и, как мы можем видеть, все диоды погорели. мне даже не пришлось их прозванивать. Я надеялся, может быть, какой-нибудь один резистор сгорит, а светодиоды останутся целые. Но вы все видели. Итак, друзья, кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся. До свидания. И еще, друзья, кто знает марку этих светодиодов, отпишитесь, пожалуйста, под видео, так как данные светодиоды смогли выдержать напряжение в 30 вольт, а другие светодиоды просто нужно тестировать. Итак, чуть поближе покажу. Не знаю, у меня здесь расплывается. Жду ваших отзывов. Пока.